Другой вопрос, который подняли, это как продолжать стараться, когда, допустим, не получается много раз, как всё-таки продолжить? Ну, для себя то, что я выявил, принципов — это просто выбрать цель вдохновляющую, ради которой будет хотеть стараться, хотеться стараться, да. Если как бы цель у кого-то там выживания или ещё что-то, конечно, то другой вообще вопрос. Но если у вас базовые есть вещи, то зависит, мне кажется, от цели. И я несколько примеров приведу из своей истории, из своей жизни. Ну, на самом деле я всегда в школе, наверное, старшей классы, и в университете считал себя лентяем. Я считал себя одним из самых ленивых людей, которых я знаю, насколько я помню. И плюс я ещё верил в стереотип, что кыргызы — это ленивый народ, которые лежат на лужайке, да, там, лежат в горах, то, что называется, джайло, и просто баранов пасут. Тупой стереотип, конечно, но, да, потому что мы не фермеры. Только почему-то я раньше, опять же, как многие другие стереотипы верил, я верил в этот стереотип. Я думал, окей, я кыргыз, и я ленивый. Я ещё более кыргыз, чем другие кыргызы, да, в отношении ленивости. Конечно, моё мышление очень сильно поменялось до сих пор. В общем, я думал, я ленивый, и мотивации мало на что было. Опять же, оценки у меня 2.9, выпускная была из четырёх, из университета. Например, вот у меня мечта была в Японию попасть, и я курс брал 3 года. Экзамен сдал по-японскому, в Алма-Ату ездил с другом. Низкий балл получил после трёх лет. И, в принципе, можно сказать, сдался почти. Меня это как бы расстроило. У меня не было такого, блин, вот я вот не сдал экзамен, я сейчас вдвойне буду ещё сильнее готовиться. И это вот очень интересно. Это вот у меня вот мечта была в Японии, я уже много раз говорил, у меня пароль даже был, связанный с тем, что я поеду в Японию. Но, тем не менее, как бы, как я в то время себя считал ленивым, я сдался. Опять же, я вот дураку повезло, меня нашёл Google. И прикол в том, что был, когда я узнал, что это Google, вот у меня тогда энергия очень сильно подскочила и мотивация, и именно вот позитивная. И я очень сильно готовился к Google, я очень-очень сильно готовился. Я так два раза до этого сильно работал. Первый раз, когда мне хотели исключить из университета, второй раз, когда я узнал, что Google реально это мне пишет. То есть, это первый раз негативная мотивация очень, и второй раз позитивная. И на самом деле я тоже очень сильно пахал. И в первый раз я не прошёл Google, но тут, что интересно, я почему-то не сдался. Мне кажется, потому что как-то вот Google меня привлекал лично на многих уровнях. И я думал, окей, я был настолько близок, я ещё раз попробую. И через 6 месяцев, мне сказали, через 6 месяцев могу я заново подать. Я эти 6 месяцев очень сильно готовился, насколько я помню. И я вообще не унывал. На самом деле я унывал. Но я продолжал готовиться. Я продолжал готовиться. И уже со второго раза попал в Google. И вот это вот, конечно, меня очень сильно мотивировало после этого. То, что я вот эту работу работал и смог всё-таки со второго раза, чтобы у меня получилось. Раньше, опять же, я не помню, что такое было. И это первый момент. То есть, Google для меня намного был более вдохновляющей целью, чем Япония. И, опять же, внутри Google, 7 лет проработал. Из Европы пытался подать в Америку. Кучу отказов начал получать. И, опять же, мне повезло, дураку, то, что Google X, вот, меня уговорила подруга туда подать. Это единственный отдел, который мне offer предложил. И, опять же, я думал сдаться. Я уже говорил родителям, что, наверное, вернусь. Меня жена уже разрешила. Я говорил, давай, можно мы вернёмся в Кыргызстан? Она как бы... Я как бы... Мне понравилось, она очень хорошо продумала. Она говорит, ладно, я поддержу тебя в этом решении. И это было... Ну, было классно. Я уже некоторым людям сказал, я уже начал думать, что делать в Кыргызстане. И я уже, можно сказать, сдавался, на самом деле, пока вот эта Google X не вышла. И, опять же, Google X вышла. Тут я подумал, о, вот это я реально хочу. Я очень сильно готовился к Google X. Это вторая история. Третья история. В Google X через два года я работал над воздушными шарами. Два года у меня был свой проект. Эти два года, на самом деле, были очень сложные. Я начал свой проект. Бюджет у меня был. Мы наняли программиста. Потом ещё многие люди в этом проекте помогали. И много чего интересного произошло. Но в итоге у нас бюджет кончился. И нужно было расформировать команду. Очень-очень было такое публичное... Публичные права для меня. Но, тем не менее, я продолжал искать клиента, который бы купил наш продукт. У нас продукт была, платформа, ну, я упрощённо скажу, платформа для машинного обучения. Для определённого типа данных. Это ещё конфиденциальный проект. И я его презентовал около сотни, наверное, клиентов. Наверное, в районе 50. И не находил идеального для нас клиента, потому что у нас очень такая особенная платформа была. Плюс цену мы очень сильно подняли. Не по моему желанию. Цена должна была быть очень высокая. И мне очень сложно было найти такого идеального клиента. И вот мы первый раз не нашли. И второй раз, я уже когда в другом отделе работал какое-то время, я всё равно продолжал этот продукт. свой питч и презентовать многим потенциальным клиентам на протяжении нескольких месяцев. И через несколько месяцев нашли мы очень необычного клиента, с которым мы подписали огромный контракт. И там семизначная сумма, да, контракт в год. И это огромный, ну, огромный успех был, я считаю. Для меня это был самый большой успех в моей карьере тогда. И после этого я тоже, как бы, почувствовал, ну, после этого понял, что иногда нужно это не два раза подавать. Вот два раза у меня было, когда в Google подавал. Около десяти, когда в Google X подавал. Тут уже около пятидесяти раз нужно было. И я просто понял, как бы, что нужно, ну, иногда нужно просто поражать это делать. После этого проекта, когда я ушёл, начинал свою компанию делать, опять же, поднятие инвестиций, то, что называется SeedRound. Вот нам Y-Combinator дал 150 тысяч. И SeedRound мы после этого поднимали, после того, как прошли аксеревацию. И там было очень интересно, потому что там можно было сдаться на любом моменте, когда тебе дают деньги, и ты можешь остановиться. И тут очень интересно просто, когда останавливаться. И да, там очень много эмоций влияют, самоуверенности. Но там помогали менторы. У нас очень крутые партнёры, но очень-очень сильно уважаю их. С этим помогло. Иногда хороший ментор, который в тебя верит, может посоветовать. Мне кажется, хорошо, что ещё стоит дальше идти. И нужно, мне кажется, быть очень рациональным, попытаться без эмоций измерить свои плюсы и минусы, посоветоваться с людьми с опытом, которые в вас верят. Потому что есть люди с опытом, которые в вас не верят. С такими лучше, я думаю, не особо общаться для таких советов. Потому что там будет, опять же, негатив, скорее всего. Но они не будут знать вашего потенциала. Для себя я пока к этому пришёл, что в инвестициях более 100 отказов получил. То есть некоторые ещё точно ответ не дали. Около, наверное, 150 пичей сделал. И теперь я просто уже более толстокожим стал. И просто мне нужно выбрать цель. Как бы я выбираю. И если я реально сильно хочу, то, мне кажется, я буду к этому идти. И у меня уже в голове нет такого, что я ленивый, что кыргызы ленивые. Честно говоря, я путешествовал по развивающим странам. У многих развивающих стран есть стереотип, что они ленивые. На самом деле я не считаю, что есть такая генетическая лень у людей. Это просто как бы... Просто люди не нашли свою мотивацию. И опять же, мне очень-очень сильно повезло в моей жизни, как на меня это упало. Но да, для себя я решил как бы ставить более вдохновляющую цель. Я вот OutTown меня очень сильно вдохновляет. Как бы это раз. И второе, иногда просто нужно большое количество людей с ним пообщаться. Тут почему я считаю так? Иногда вот химия нужна. Вот с Google X у меня с менеджером просто личная химия какая-то произошла. Может, я похож на его любимого персонажа из какого-нибудь японского фильма. Я не знаю. Короче, что-то может быть, что... И он мне очень понравился. Это не одностороннее, да? И когда человек видит, что он вам искренне нравится, то это как бы в две стороны работает. Я думаю, вот эту химию сложно предсказать. Вот с инвесторами у меня такое вот. Я смотрю на LinkedIn инвестора, и мне нужен вот реальный вопрос. Пичить ему или ей, или нет? Просить, чтобы меня кто-то приставил ему или нет? Я вот смотрю, думаю, окей, развивающийся стран, там ничего про это не написано, про образование ничего не написано, и так далее, и так далее. Я думаю, точно не инвести... Точно не будет интересно. А потом общаюсь, и там нереально оказывается, этот человек в Кыргызстане, там жил, может, я преувеличу. Но в Кыргызстане был, например, у нас один такой инвестор есть. Обожает Кыргызстан. Ему идея прям очень сильно понравилась. Прям мы очень сильно подружились с ним. Сложно предсказать. Даже вот по LinkedIn, где люди пишут, по идее, все, все важное. Сложно предсказать, понравитесь вы или нет в этом отношении. И я понял, иногда это просто вот... Нужно проверить свою химию. Я после этого, я просто так с людьми многими общался, и просто если нет, нет, дальше. Да, это был очень интересный процесс поднятия инвестиций. Очень-очень много чему научился, мне кажется, за эти месяцы. Да, поэтому было бы интересно от вас историю услышать. Кучу историю мне написали в YouTube. Спасибо вам, мне очень интересно. Искренне. Жена сегодня меня критиковала, что я слишком сильно интересуюсь своей личностью. В чем она права? Но на самом деле мне интересно как бы ваши истории, потому что я считаю, мне кажется, у нас 99,999% одной и той же ДНК. Я вижу себя в других людях, других людей в себе и так далее. Мне искренне интересно ваши истории. Напишите, пожалуйста, в комментариях, когда вы продолжали очень долго, и у вас получалось. Или напишите, когда вы сто раз попытались, не получилось. Мне искренне интересно познакомиться с человеком, который сто раз попытался что-то делать и не получилось. Пока я не знаю. Я вот знаю людей, которые сто тысячи раз пытались в Google на работу подавать и так далее. И у них получалось. У нас в OutTalent есть такие стажеры. В Казахстане есть много таких. Они вот, я вот, очень поражен ими. Они сотни компаний подали. Вот они как машина подают. И в итоге получали работы. Не все, конечно, но большинство с теми, с которыми я общался. И я думаю, это именно так нужно. Количество. А с другими общаюсь, которые не привыкли, они вот подадут, там, Google, Facebook, им откажут, они расстроятся, там, и все. Или, может быть, еще раз подадут как-нибудь. А мне очень понравилось, когда вот так прям мощно подают сто компаний, куда только ни подавали. American Express, потом компании, которые я не знаю, и опыт нереально накапливается, и накапливается, мне кажется, привычка получать отказ, и к этому совершенно нормально относиться. Потому что иногда это просто химия. Это не лично вы какой-то такой глупый, иногда они глупы на их стороне, мне кажется, часто. Иногда просто химия не та. Окей, еще раз повторяю, прошу написать свои истории. Я все читаю, пока что все успевают читать комментарии, почти на все отвечаю. И мне просто эта тема реально искренне интересна. Если бы не было интересно, я про нее не говорил. Окей, спасибо всем. Пока.